В эфире телеканала Видной ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Праздник, посвященный Международному Дню Учителя, прошел в Видновском художественно-техническом лицее. Быть учителем – это не просто ходить и делать от и до свою работу. Это каждый день быть важной. 12 придомовых территорий в этом году благоустроили в центральной части города Видное. Жители были активны, и управляющая компания пошла навстречу. На станции Расторгуева прошла акция, направленная на обеспечение безопасности несовершеннолетних на железной дороге. В московском регионе примерно за день происходит от двух до пяти травмирований. Зачастую это травмирования смертельные. В Видновском художественно-техническом лицее прошел праздник, посвященный Международному Дню Учителя. Здесь собрались лучшие из лучших – победители конкурсов профессионального мастерства, маститые педагоги, отдавшие всю жизнь воспитанию и обучению подрастающего поколения учителя-новаторы. С ними пообщался и наш корреспондент Екатерина Борисова. В актовом зале Видновского художественно-технического лицея шумно и многолюдно здесь собрались те, кто выбрал для себя важную, почетную, трудную, но очень нужную профессию – учитель. В свой профессиональный праздник преподаватели услышали немало теплых слов и пожеланий. Работа ваша, работа такая нужная, такая благородная, не всегда, к сожалению, благодарная, наверное, по восприятию ваших подопечных. Это же не только дважды, дважды, четыре, как было сказано, там, и жиши, пиши с буквой «и». Это гораздо больше. Это и моральный принцип рустой, это любовь к родине, которая прибивает со спадых ногтей и, в принципе, все то, что человек уже, неважно в каком возрасте, он понесет через всю свою жизнь. Более 40 педагогов лучшие из лучших были отмечены заслуженными наградами. Почетными грамотами Министерства просвещения России и главы Ленинского городского округа. Я хочу, чтобы каждый из вас верил, что все нам под силу. Время ставит перед учителем все новые и новые вызовы, но мы достойно на них ответим. К нашему успеху мы пойдем вместе. С праздником вас! Не обошли вниманием и победители конкурсов профессионального мастерства. Им вручили денежные сертификаты. Среди награжденных учитель английского языка Винновской школы номер 7 Ирина Берстенева. В школе она трудится уже 15 лет. В своей работе особое внимание уделяет развитию творческого мышления. Наверное, это образ жизни и образ мыслей. Потому что быть учителем – это не просто ходить и делать от и до свою работу. Это каждый день быть важной, нужной. Каждый день быть на связи и на одной волне с детьми и с родителями. Десяти работникам системы образования вручили сертификаты на получение жилья. Среди счастливчиков – Виктория Никульшина, которая работает учителем начальных классов в Винновской школе номер 10 почти с открытия. Недавно в ее семье случилось пополнение, поэтому новая квартира как никогда актуальна. Несмотря на хлопоты с младенцем, молодая мама с нетерпением ждет, когда же сможет выйти снова на работу. Это больше, чем призвание, это жизнь. Я очень люблю свою работу, люблю своих детей, люблю родителей. Очень рада, что я в этой профессии. И жду с нетерпением каждый день, чтобы пойти на работу. Награждения наиболее отличившихся педагогов чередовались с зажигательными танцами и музыкальными поздравлениями. И пусть День Учителя отмечается лишь раз в году для настоящего педагога с большой буквы. Каждый рабочий день – праздник, а каждая поставленная пятерка – маленькая личная победа. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. 12 придомовых территорий в этом году благоустроили в центральной части города Видное. Недавно работы завершились на улице Советской возле дома номер 44, а на проспекте Ленинского комсомола 42 ремонт затронул еще и подъезды. Довольны ли реконструкции местные жители узнала Юлия Погосян. Урожайный год для территории двух домов – улицы Советской 44 и проспекта Ленинского комсомола 42. Их объединяет один большой двор. Этим летом здесь провели комплексное благоустройство. Мы встречались с жителями на всех этапах благоустройства. Во-первых, это встречи были до момента начала благоустройства, это еще в том году. И как только в этом году начали заходить со всеми старшими домами, мы встречались, обсуждали уже все тонкости благоустройства. Что-то где-то было по схеме, все нюансы просчитывали. Запрос на благоустройство данной территории поступил еще в конце прошлого года, во время предвыборной депутатской кампании. Тогда, будучи кандидатом в Совет депутатов Ленинского городского округа, Владислав Рымша пообещал жителям привести в порядок их двор. Народный избранник обещание сдержал, результат не заставил себя ждать. У дома 42 ПЛК действительно ремонт не проводился достаточно давно. Жители были активны и управляющая компания пошла навстречу, несмотря на то, что есть и задолженности в доме, которые влияют непосредственно на ремонтные работы. Что касаемо дома 44 по улице Советской, пришлось тоже побегать, походить, пообщаться с администрацией, с подрядными организациями, чтобы данный ремонт соответствовал заявленным. У 44-го дома по улице Советской заменили дорожное покрытие и бордюрный камень, расширили парковочное пространство, положили новый тротуар, установили современную детскую площадку, заменили столбы освещения. Буквально на днях здесь высадили несколько деревьев. Почтали о заборчиках, чтобы все было в одном стиле, старые гаражи снесли ненужные и так далее. Очень много сейчас стало парковочного пространства. Нам постоянно стали ухаживать за дорожками, собирать листья и тому подобное. 30 лет ничего не было и сейчас, скажем так, по просьбам жителей, администрация пошла на такие издержки в тяжелое время и сделали нам благоустроенное пространство. А 42-му дому по проспекту Ленинского комсомола повезло еще больше. Помимо благоустройства придомовой территории, здесь отремонтировали подъезды и входные группы. Я хочу сказать большое спасибо. Большое спасибо управляющей компании. Управляющей компании. Большое спасибо. Депутату нашему, который мы выбирали. В подъезде заменили плитку, установили пластиковые окна, покрасили стены и потолки. Отремонтировали входную группу, поставили новую дверь и поручни. Все материалы качественные, подрядчик дает гарантию на долгую службу. Мы со своей стороны обещаем, что данный ремонт простоит очень долго по времени и будет служить жителям. Жители будут рады. Но если, конечно, не будет вандальных действий никаких, что, к сожалению, неизбежно и с этим нужно бороться. Несмотря на то, что благоустройство полностью завершено, жители нашли недочеты. Просят установить дополнительные урны в парковой зоне возле детской площадки. Мы работаем на результат. Это подтверждается проведением этого ремонта. Здесь вопросы мы обозначили совместно с организацией Дорсервис. Поймем, в чьей зоне ответственности эти вопросы находятся и совместными усилиями решим. Всего в этом сезоне комплексное благоустройство провели в 12 дворах центральной части города Видное. Список дворов к ремонту на 2021 год уже составлен. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. В продолжение темы материал нашего мобильного репортера. Сотрудники Дорсервиса, начиная с понедельника, высаживают вдоль пешеходной дорожки на проспекте Ленинского комсомола кусты кизильника. Это красивое и неприхотливое растение, о котором говорят, что ему необходим клочок земли и немножко солнца. Кустарники сажают блифты друг к другу, чтобы впоследствии они имели вид живой изгороди. Начальник участка Любовь Третьякова говорит, ягоды кизильника съедобны. Бригада работает с утра до вечера. Мужчины подготавливают лунки, женщины занимаются посадкой. Треть кустарников уже высажена. Всего же вдоль проспекта будет расти 7 тысяч кустов. Можно ли делать выгодные покупки и одновременно заботиться об окружающей среде? Как ни странно, звучит ответ на этот вопрос, но он положительный. Убедиться в этом можно, посетив магазин «Ильдорадо», расположенный в торговом центре «Курс». Более 10 тысяч наименований различных товаров можно приобрести в «Ильдорадо». На ценниках многих из них есть скидка, но в течение месяца покупка может быть еще выгоднее. Все, что вам нужно, отправляясь сюда, прихватить из дома какую-нибудь старую, даже неисправную технику. Акция получила название «Зеленая утилизация». При сдаче старой техники можно получить скидку на новую, на 2 ноября. Старая техника не оценивается, на самом ценнике будет указана скидка, которая будет предоставляться при сдаче старой техники. Не обязательно сдать ту же самую технику, можно предоставить любую технику, которая имеет даже нерабочий вид. То есть, например, я могу принести телефон и получить скидку на телевизор? Все верно. Можно сдать телефон и получить даже скидку на бытовую технику. Видновчанка Ирина Апаликова воспользовалась акцией «Зеленая утилизация». Она оформила и приобрела товар в интернет-магазине. Сюда приехала получить покупку. Для себя я купила отпариватель «Тефаль». Вот взамен мне посчитали, что скидка минус 6 тысяч. Вот, и я приобрела отпариватель. Здорово. А что взамен даете? Микроволновку старую. Есть и еще один немаловажный аспект. Только вдумайтесь. Ежегодно человечество производит более 1 миллиарда тонн мусора. И огромную часть его составляет именно мелкая и крупная бытовая техника. А потому, участвуя в акции «Зеленая утилизация», вы не только получаете огромные скидки, но и заботитесь об окружающей среде. Но на этом скидки не заканчиваются. С 4 по 19 ноября, заведя электронную бонусную карту, можно получить дополнительные бонусы, чтобы рассчитаться за покупку. Сейчас при появлении, выдаче новой бонусной карты виртуальной, мы начисляем повышенные бонусы. Тысячи бонусов каждому новичку, у которого появляется новая бонусная карта. Таким образом, покупатель, посетивший «Ильдорадо» со старой техникой и оформивший бонусную карту, может получить сразу несколько скидок на товар. Пришло время на деле проверить, как это работает. Узнав, что у меня будут съемки в «Ильдорадо», жена попросила купить меня напольные весы. Вещь, безусловно, полезная. Естественно, я выбрал такие, которые участвуют в акции «Зеленая утилизация». Отдал я за них старый кнопочный телефон, который валялся у нас дома на всякий случай. Давайте посмотрим, сколько я в итоге сэкономлю. Здравствуйте. Здравствуйте. Потому что у вас будет больше бонусную карту, виртуальную, вам необходимо назвать номер телефона. Конечно, не вопрос, давайте запишем. Вам отправлено на семейство. Скажите, пожалуйста, купить. 0,9,6,8. Замечательно. Вам создается виртуальная бонусная карта. На эту бонусную карту автоматически вычисляется тысяча бонусов. В итоге я получаю скидку по акции «Зеленая утилизация», а за 30% оставшейся цены могу расплатиться бонусными баллами. Итак, почувствуйте разницу. Стоили эти весы 3,990, почти 4 тысячи рублей. И мне они обошлись в одну тысячу. Приятно? Конечно. Напомним, что акция «Зеленая утилизация» будет действовать до 2 ноября. А магазин «Ильдорадо» работает в цокольном этаже торгового центра «Курс». Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Казалось бы, каждому ясно, что переходить железнодорожные пути нужно по пешеходным переходам, мостам или тоннелям. Но многие взрослые стремятся сократить путь, поэтому шагают прямо по рельсам, подавая дурной пример детям. На станции Расторгуева прошла акция, направленная на обеспечение безопасности несовершеннолетних на железной дороге. По традиции, в начале учебного года и перед каникулами проходят профилактические мероприятия, призванные напомнить детям правила поведения на железной дороге и последствия пренебрежения ими. Рейды на регулярной основе организовывают сотрудники администрации, транспортной прокуратуры и полиции. Люди просто не соблюдают меру безопасности, не пользуются пешеходным переходом, а переходят в целях экономии своего времени, тем самым подвергая свою жизнь опасности, переходят пути непосредственно через железнодорожные пути. Соответственно, чтобы данных случаев пресечь, проводим данное мероприятие. Как пояснил помощник транспортного прокурора Сергей Ефремов, в основном несчастные случаи происходят из-за несоблюдения гражданами правил нахождения в зонах повышенной опасности. Хождение по путям, что запрещено, либо это катание на сцепках, то есть это так называемые зацеперы, либо это безбилетные, которые пытаются пролезть на станцию. Нарушители выявляются, на каждой проверке от одного до трех человек у нас выявляется совершающее административное правонарушение. Печально, но пример несовершеннолетним активно подают взрослые. Думая, что железная дорога – это не шоссе в час пик. Один-два поезда пройдут, и можно идти. Оказывается, нельзя. Об этом говорит статистика. В московском регионе примерно за день происходит от двух до пяти травмирований. Зачастую это травмирования смертельные, поскольку транспорт повышен, зона повышенной опасности. Поэтому основные случаи – это, конечно, смертельные травмирования. Детское травмирование также является очень опасным. Дети зачастую катаются либо между вагонами, либо являются цепперами, на крыше вагонов залезают. Ангелина живет в Домодедове, а учится в Видном, поэтому каждый день ей приходится пользоваться железнодорожным транспортом. Правила безопасности никогда не нарушает. Одну знакомую сбили на поезде. Ну, это очень плохо, конечно, но у них бывает то, что они залаживают на платформу и безбилетные по большей части. Профилактические акции на станции Расторгуева проходят каждый месяц. Также сотрудники полиции и РЖД постоянно дежурят около платформ. В ходе этого рейда нарушителей выявлено не было. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.